Существует множество цветовых моделей, но мы их все вспоминать и изучать не будем. Имеет смысл понять, какие они бывают и чем отличаются. Если просто их перечислять, то вы скоро запутаетесь, поэтому для наглядности запишем их в табличку, выделив основные свойства. Про каждую модель можно говорить много и увлеченно. Например, есть такая модель Lab, и про нее написана толстая книжка в 450 страниц. Это только про одну модель, но мы так увлекаться не будем. Попробуем составить классификацию моделей. Их можно сгруппировать следующим образом. Аддитивные. Результирующий цвет является суммой по яркости его составляющей, которые добавляются к черному. Так, например, на темный экран светят красным, зеленым и синим лучами, чтобы получить белый. Когда нет ничего, то есть в основании отсчета мы видим черный. Когда все компоненты находятся на максимуме, мы видим белый. Субтрактивные. Результирующий цвет вычитается по яркости из белого. Так, печатая на белом листе красками, мы уменьшаем яркость отраженного света. В этом случае в основании координат мы имеем белый, а в максимуме черный, складывающийся из цветных составляющих. Перцепционные. Основанные на восприятии человеком модели. Здесь принцип формирования цвета основывается не на технической реализации, освещении экрана или печати краской, а на том, как мозг воспринимает цвет. В предыдущих уроках мы говорили, что то, как мы видим и то, как мы воспринимаем цвет, отличается. Мы выделяем яркость и цветность. Вот эти модели и воплощают описанную разницу на практике. Универсальные или математические модели. Максимально полные по своему охвату. Эти модели шире по охвату, чем могут отобразить печатающие устройства или мониторы. Ранее описанные модели имеют меньший цветовой охват. Универсальные модели являются опорными для остальных. Они описывают пределы зрительного восприятия. Они помогают конвертировать цвета между другими моделями с наименьшими потерями. Субтитры создавал DimaTorzok